Точка, точка, запятая, вышла справочка кривая. Разобрать, какое лечение назначил доктор пациенту, зачастую не может ни сам пациент, ни фармацевты в аптеках, ни даже другие врачи. На экране обычная справка, написанная больному от терапевта. Мы пытались расшифровать послание доктора всей редакции, но кроме вот таких слов не разобрали ничего. Сшила стол, Гитлер лимузин, витаминная пакля, дети терапевта. Какое на самом деле заболевание было обнаружено доктором у того несчастного больного, мы так и не поняли. Действительно, почерк врачей – это настоящая загадка для многих пациентов. Будущие врачи, студенты Нижегородской медицинской академии, не хотят, чтобы про их почерк в скором времени тоже рассказывали анекдоты. На специальной конференции почерк своих старших коллег студенты обсуждают больше всего и ищут пути исправления этой корявой привычки. Именно теме почерка действительно стоит уделять и внимания больше. Чтобы студенты больше обращали внимание и посравниваем почерки, посмотрим в каких возрастных категориях и у каких врачей каких специальностей какой почерк. Это, наверное, действительно интересно понаблюдать, проанализировать. Да в любом деле мелочей нет. Наверное, нужно относительно, нужно относиться к любому делу очень ответственно. Самый действенный и современный метод предлагают студенты из Марокко. Адиль Хасупа и Анас Этарби говорят, что у марокканских врачей почерк также не отличается красотой и аккуратностью. Но там во всех больницах вводят обязательную электронную систему выдачи справок. Докторы сделают электронные рецепты, чтобы все понимали, о чем. Потому что клиенты тоже не понимают, о чем. Но они не знают, не умеют читать вот этот рецепт. Предлагают студенты и обязать всех врачей писать справки только печатными буквами. Причем сами будущие доктора объясняют, почему у всех медработников такой запоминающийся почерк. Оказывается, во всем виновато длительное обучение в медвузе. Ежедневно приходится записывать много лекций. За одну пару я исписываю порой 5-6 страниц, жалуются третьекурсницы Елизавета Новоселова. Приходится сокращать многие слова. О красоте своего письма задумываться на лекциях некогда. У меня в школе так все было плавненько, четко, аккуратно. А здесь уже не до аккуратности просто. Это уже огромный объем информации. Нужно как можно быстрее все записать. Ну и нереально просто аккуратнее, на самом деле не получится. А вот пациенты находят свои объяснения, почему у врачей такой неразборчивый почерк. Чтобы больной не смог разобрать, что написано в рецепте, дабы диагноз его не напугал. А может доктора таким образом просто шифруются, передают друг другу тайные послания. В любом случае, трудности перевода с медицинского врачебного на обычный русский пока проблемы пациентов. Наталья Лисова, Александр Быков, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ. Продолжение следует.